Да, я представлю, насколько знаю. В общем, сейчас перед вами выступит человек, с которым мы познакомились лет 5 назад на первой зимней физической школе моей. Его, Егон. Ну да, на моей физической первой школе 5 лет назад. Сейчас он аспирант 2-го года в институте теплопизики. Все так и есть. Тогда он занимался 5 лет назад разрывом переохлажденной жидкости. Благодаря этому Байдаков на меня в один момент и наорал. Когда я ему говорил, что в парометре может быть отрицательное давление, он говорил, что ты знаешь про переохлажденной жидкости? Я говорю, я все знаю. Мне вот этот парень уже рассказывал. Та тема загнулась, короче. Печально, немножко. Вечером спросите. Значит, перед вами выступает мой давний знакомый, Акашин Антон. Ну, собственно, сейчас моя работа связана с оптоволоконными датчиками. И я решил сделать такую обзорную лекцию по оптоволокну. И в конце покажу пару графиков, которые я получал где-то год назад, когда у меня установка работала. Значит, сразу начинаем со слов. Как вообще оптоволокно используется? Почему там свет распространяется и никуда не вылетает? Ведь, по сути, оптоволокно – это просто стерженек кварцевый. Ну, как бы он прозрачный со всех сторон. Вот. Но и курс оптики, возможно, кто-то помнит, кто-то не помнит. Принцип полного отражения света. Помните, что такое? Да. Ну, хорошо. А что ты скажешь? Ну, получается, когда из более плотной среды в менее плотную среду у нас идет излучение света, при определенном угле, получается, у нас луч, но он в менее плотную не распространяется, а остается границами. Замечательно. Человек не зря учился. Вот. Соответственно, на этом принципе и построены оптоволоконные волокна, магистрали, информацию передает таким образом. То есть у нас есть изначально тоненькое жило, так называемое, кварцевое. Ну, скажем так, показатель преломления у нее N1. И есть оболочка, ну, различная, тоже можно кварцевая, но важно, чтобы показатель преломления этой оболочки был ниже показателя преломления жилы по величине. Чтобы у нас как раз соблюдалось условие полного отражения света, и проходя свет пожили, из нее не выходим. А, ну, тут обычное уравнение, которое нам показывает, какие углы нам подходят, какие не подходят. Ну, это, я думаю, все знают, даже в лабораторных работах где-то проходили. Значит, следующий вопрос, который можно рассмотреть, какие типы оптоволокна бывают. Ну, в основном выделяют, которые кардинально отличаются, многомодовые и одномодовые. Вот, многомодовые, оно довольно, ну, жило довольно широкое. И, как видно из верхнего рисуночка, у нас здесь несколько мод. Вот, и, соответственно, чем длиннее волокно, ну, то есть, допустим, 4 где-нибудь километра берем волокно, и у нас возникает слишком большая разница прихода, ну, допустим, дисперсия. Одно прилетает сразу, второе, там, через какое-то продолжительное время, что, естественно, как бы не устраивает нас, то есть, это сильно ограничивает длину оптоволокна и, соответственно, передачи информации из индикации. Вот. Были придуманы многомодовые с градиентным профилем. Вот тут, видите, жило заканчивается прямоугольничком, а тут у нас вот такой овальчик. Вот. Но, в принципе, как бы, это дисперсия уменьшается, конечно, но незначительно. И, так как существуют одномодовые волокна, там, они настолько жило узкое, что распространяется только одна модуль. Соответственно, нет никакого разницы в прохождении излучения. Соответственно, ну, намного эффективнее использовать одномодовые. И поэтому, на самом деле, вот многомодовые обоих типов почти не используются. Потому что, ну, чаще всего нам нужно передавать информацию на большие расстояния с минимальными потерями и довольно быстро. И наиболее легко это организуется через одномодовое волокно. Вот. Поэтому развитие этих двух, как я уже сказал, почти прекратилось, можно так сказать. Вот. Ну, и стоит сразу отметить, что промышленность шагнула далеко вперед. Еще где-то 15-20 лет назад представить себе, ну, такое широкое распространение оптоволокна было тяжело, потому что оно стоило, ну, где-то в десятке, может быть, в сотни раз дороже, чем, ну, на сегодняшний день. Поэтому, как бы, широкое применение было затруднено, и, ну, так, они пытались разработать, собственно, что подешевший был. И такое... Значит, ну, применение оптоволокна, я думаю, половина людей из вас знает лучше меня, вот. Ну, основные пункты, ну, самая распространенная, оптическая связь оптоволоконная. То есть, все пользуются интернетом, соединяем материки, как там, по водичке, кидаем что-нибудь типа волокна. Вот. Соответственно, домой к нам тоже приходят эти волоконные каналы. Видно, что по всему миру распространено. Также используется широко, ну, волокно в последнее время, как различные типы датчиков. На самом деле, волокно довольно универсальное, его можно использовать для различных параметров. Это температура, давление, деформации, показатели преломления, сжатие. Вот. Это все можно измерять с помощью оптоволокна, и я потом покажу пару примеров. Вот. Также используется в гироскопах, но это связано там с лазерными гироскопами. Так как, вот, есть у меня пункт лазеры, бывают оптоволоконные лазеры, в которых оптоволокно, собственно, служит системой, активной средой. Вот. Соответственно, ну, простое освещение, все мы видели вот эти пушистые штучки оптоволоконные, которые светятся разными цветами. Ну, и в медицине довольно широкое применение, так как оптоволокно позволяет нам просматривать труднодоступные места организма человека. То есть мы можем там подсветить, посмотреть там, что там происходит. Как бы это на данный момент широко используется, применяется. Вот, как я говорил, измерение, ну, допустим, растяжение, смещение или давление. Здесь представлены, ну, две простейшие схемы, как действовать. То есть смотрим на верхнюю картинку. Здесь у нас два волокна и подвижно закрепленное зеркало. Подается сигнал, если здесь, ну, никакого вмешательства нет, то есть ничего не происходит. Зеркало настроено так, чтобы, ну, максимальное количество сигнала просто отразилось обратно. Вот, и на выходе, через какое-нибудь электронное устройство, мы снимаем сигнал, ну, допустим, величиной в единицу. Вот. Дальше, допустим, у нас в системе поддали газку. Так как подвижно закрепленное зеркало, соответственно, оно может прогнуться, соответственно, смещается, ну, фокусировка, как в линзе, и значит, свет, ну, сигнал, выходящий из одного волокна, уже не полностью возвращается во второе, и, допустим, приходит сигнал, ну, в полуединицы. Соответственно, если нам нужно регистрировать просто, ну, наличие воздействия на этот датчик, то такое нас устроит. Если нужно более точно, здесь уже нужно усовершенствовать вот эти элементы, то есть чувствительность, повышать вот эти мембраны, по большому счету. Вот. Это для давления, растяжения можно использовать. Вот этот самый простой, как пример, можно использовать на фиксацию, открытие, закрытие дверей, допустим. Вот. У нас здесь, пусть вот это будет неподвижная часть, здесь, допустим, подвижная. Сигнал идет, и если двери не придавил, то есть понимаем, что если дверь с той стороны надавит, здесь приближается, и, соответственно, интенсивность пучка либо возрастает, либо уменьшается. То есть мы надавили, здесь стало ближе, пучок расходится меньше, соответственно, больше света попадает. Ну и дальше там мы что угодно, там, лампочки зажигаем, что там, не знаю. Это датчики, так сказать, которые используют торец волокна, либо выход из него. Существуют методики, чтобы использовать, так сказать, линейные измерения, проводить также давление, температуру, ну и других характеристик. Чем отличается данный метод? У нас есть, допустим, ну не знаю, там, 100 километров волокна, которое проложено вместе с газовым или нефтяным трубопроводом для контроля температуры. Вот. Вот это довольно интересно и актуально на данный момент. Соответственно, если происходит прорыв или, да, допустим, внешний удар или что-то, как показано на рисунке, есть волокно, и на него как-то действует окружающая среда. Вот эта окружающая среда действует на оболочку, которая у нас, ну, вокруг живы, ну, как я уже показывал. Это воздействие изменяет показатель преломления. При изменении показателя преломления часть сигнала не полностью отражается обратно, а может выйти из живы. Соответственно, это отражается на сигнале, который возвращается на приемник. И мы можем сказать, что ага, в этой точке у нас что-то произошло. Вот. И, в принципе, как бы возможно измерение температуры, и можно, откалибровавшись, допустим, посмотреть. Так, у нас тут на 2 градуса поднялось, что там не так? В принципе, вот я читал литературу, написано, разрешающая способность по длине, то есть мы можем разделять точки размером в полметра. Вот. На протяжении, ну, там, допустим, ну, как я сказал, 40 километров. Существуют два способа, как бы, вот разделения. Они требуют разных затрат. Затраты. Вот, допустим, оптическая рефлектометрия временной области. Здесь в чем особенность? Нам нужен очень мощный источник излучения, какой-то мощный лазер. Вот. Мы подаем импульс, он проходит все наши 40 километров. И на возвращении мы видим, что, допустим, на 50-й секунде возвращения сигнала у нас идет какое-то возмущение. Соответственно, мы знаем длину волокна, знаем скорость прохождения света, смотрим, а на 50-я секунда сигнала соответствует, ну, то, наверное, на 23-м километрам. И там что-то произошло, все, группа ребят уезжает, как говорится. Вот. Но, как я и сказал, требуется очень мощный лазер, чтобы он, ну, как бы, создавал импульсы, способные пройти все расстояние и вернуться обратно и принести нам информацию. Есть рефлектометрия частотной области, там, как бы, получается, ну, по сути, идет постоянный сигнал, и там по сдвигам частот, или пасли, я не до конца не разобрался. Вот. Мы понимаем, что у нас там что-то произошло, и надо что-то сделать. Но, значит, для этого метода мощных лазеров не нужно, потому что нам не нужны импульсные. Здесь хватает, ну, постоянного, ну, скажем так, среднего лазера, но зато здесь нужны программные обеспечения, которые сможет из всего набора постоянных характеристик вычинить именно ту характеристику, которая отличается от нормальной. Соответственно, такие пакеты программ могут быть довольно дорогостоящими, как бы, и стоит задуматься, какой из этих двух методов используют. Так, ну, значит, сразу оговоримся, почему здесь речь о криогенных системах. Так, моя работа, она лежит в области изучения термодинамических свойств жидкого водорода для того, чтобы, как бы, ну, как я думаю, чтобы улучшить эффективность хранения жидкого водорода в водородной промышленности. Вот, соответственно, ну, соответственно, у меня есть, как бы, установка, и так как криогенные системы, вы понимаете, что жидкий водород – это охлаждение гелием, вот, то есть это не могут быть большие какие-то системы, иначе это, ну, совсем невыгодно. Большое количество гелия, ну, там, как бы, зачем? Поэтому почти что самым важным, ну, одним из важных пунктов является компактность оптоволоконного датчика. То есть нам важно, чтобы он не занимал большое пространство, нам нужно уменьшить, как бы, всю систему для получения более точных и верных результатов. Соответственно, естественно, нельзя забывать о точности. Точность должна быть, ну, удовлетворяющая, как бы, наши потребности. Также стоит отметить широкий диапазон рабочих условий. То есть если возникла бы ситуация, что мы, допустим, не можем исследовать этим датчиком, ну, весь диапазон, допустим, интересующий нас жидкого водорода, то, как бы, ради чего вообще стараться. Вот. Ну, и простота метода заключается в том, что здесь нужно проделать, ну, по сути, просто в три стадии. Вы берете волокно, суете его в установку, калибруетесь и измеряем. Вы знаете, все. Вот. Собственно, у вас будет, в итоге на компьютере будет сигнал, который после калибровки вы можете связать, ну, там, с интересующей вас характеристикой температуры, давления, что угодно, как я уже говорил. Вот так. Значит, рассмотрим, что же является чувствительным элементом. Как-то раз я выступал уже, ну, с подобным вот этим докладом, вот, то волокном, и один товарищ не совсем, видимо, понял или я неправильно объяснил, что является чувствительным элементом. Вот волокно все себе представляют, да? У него есть, соответственно, конец. Вот этот конец есть чувствительный элемент. Значит, дальше я чуть-чуть подробнее об этом расскажу. Пока вот примерное устройство оптоволокна. Как я уже и сказал, есть сердцевина, достаточно маленькая, чтобы у нас там распространялась одна мода, и больше нам не нужно было оболочка, которая не позволяет сигналу выйти из сердцевины, тем самым обеспечивая продвижение света или сигнала. И есть защитная оболочка, которая позволяет нам свободно манипулировать этим волокном без, ну, такой серьезной боязни его повредить, сломать или там как-нибудь поцарапать. Вот, значит, существенное значение имеет угол скола торца, на самом деле, то есть вот этот угол альфа. Но в моей работе он не должен превышать двух градусов. Вот. Логичный вопрос, что будет, если будет больше двух градусов. Там при угле уже 7 градусов у нас сигнал в принципе не будет возвращаться, ну, то есть, как бы, он будет отражаться до того, как в среду попадет. То есть, как бы, никакого нам интереса не предоставит. Ну, и, соответственно, при уменьшении от 7 к 2, оно это чуть-чуть улучшается, но то, что нам нужно, когда угол не превышает двух градусов. Так, ну, я не знаю, диаметр сердцевины, оболочки, защитные оболочки, вам даже ни о чем не скажут. Ну, это стандартные размеры, конечно. Я не знаю. Сколько волос в поперечнике, знаешь? Ну, жила тоньше волоса, по-моему. Ну, просто волосом, ну, сколько-то там микрометров, что-то 600. Нет, ну, вот у тебя написано, что, смотри, сердцевина 9 микрометров. А волос? Просто так же ты сравниваешь. Нет, я не знаю, сколько волос. Затемек знает, а только нет. Ну, ладно. Вот. Ну, соответственно, угол скола обговорили, то есть. Вот, замечательный рисунок. Принцип работы датчики. Вот. У нас есть излучатель сигнала, то есть обычно это коробочка, там лазер. Все просто, то лакно специальным коннектором к нему подключается. Тут главное обсудить еще важность вот этих соединений, потому что они значительно влияют на то, какой сигнал мы возвращаем. То есть, соответственно, чем больше соединений на всем промежутке, тем хуже у нас получается чувствительность. Ну, потому что на каждом соединении сигнал немножко потеряется, и, соответственно, его становятся меньше, и фиксировать его труднее. Как я сказал, излучатель сигнала, собственно, излучает сигнал, он по волокну идет, ну, можно делать через икрик-разветитель, как и здесь, можно делать через огна волокна, тогда придется излучатель еще и приемником как-то делать. Ну, я не знаю, надо, нет, не надо, не надо, не надо. Вот, и, ну, идет через разветвитель. Зачем он нужен? Это чтобы просто разделять сигнал, который идет туда, и ее обратно. Все, тут ничего хитрого нет. Есть датчик, значит, как я сказал, все представили себе торец. Мы вот этот торец погружаем в среду, которая нас интересует. Вот, в своей работе мы в водичку погружали, то есть до водорода еще не доросли, а в водичку уже можно. Вот, ну, и, соответственно, сигнал отражается, вот, ну, по сути, создается граница вода и... Что это? Кремник? Да. Кремник? Нет. Жил, то есть чего я сказал? Кварс. Да. У нас, получается, граница квас-вода, от этой границы у нас есть отражение, соответственно. Вот, потом вот эта отраженная величина, мы ее принимаем в приемники, как бы, и она нам, собственно, это та рабочая величина, с которой мы работаем. Соответственно, выведены уравнения, которые, вот, из верхнего мы можем связать напряжение, которое получаем на приемнике, с показателем преломления, ну, той среды, в которую мы погружаем. Вот, и есть замечательная связь показателя преломления, в данном случае, с плотностью. То есть, по сути, проделывая некоторые манипуляции, мы можем напрямую связать напряжение, которое мы снимаем с плотностью, что позволяет, ну, как бы, проделает все дальнейшее, то, что мы проделаем. Вот, замечательная картиночка. Весь смысл в том, что была ячейка, ее заливаем водой, термостатируем, как я сказал, вставляем датчик. Вот эта часть отвечает за испускание приема сигнала, ну, собственно, само измерение. Это отвечает, ну, просто за подачу, там, азота, которым мы давили, и вакуумирование. Ну, ничего такого особого, как обычная система. Ну, и, значит, в целом моя задача была показать, что данный датчик, в принципе, может быть использован для измерения тех характеристик, которые мы хотели проделать. Хотели мы по большому счету увидеть, сможет ли он показать насыщаемость воды азотом. Это такая глобальная задача. Поэтому были поставлены небольшие задачи, допустим, посмотреть, в принципе, сможет он увидеть, что, допустим, вскипела вода или нет. Ну, то есть разделить жидкую и газовую фазу. Дальше изменения, ну, температуры, давление. Ну, и главная наша задача – чувствительность процесса газа насыщения. Как тут написано, эксперименты проводились на системе вода-азот. Ну, потому что она проста, и как доступна, и удобна в нашем использовании. Так, ну, надо было сделать график, но я поленился, естественно. Вот, значит, давайте внимательно просто присмотримся. Немножко тяжело для восприятия. Значит, здесь три колонки. Время – это время с начала проведения эксперимента. Здесь сигнал, датчика – это напряжение, которое я говорил, связано с плотностью, по сути. И температура. То есть здесь мы… В чем заключался эксперимент? Мы убрали нашу ячейку, заливали туда водичку и просто нагревали ее. В какой-то момент она вскипала. Но вы можете спросить, почему она вскипала, хотя у нас температура не превышает 80 градусов, мы просто откачивали давление. То есть там бакуумировали, соответственно, вскипание возникает при более ранней температуре. И замечательно видно, что здесь у нас где-то на втором часу, как говорится, эксперимента, сигнал датчика не достигает величины тысяч. Потом в какой-то момент сигнал становится, ну, значительно больше. Смотря на это, я не знаю, что думаете вы, а я думаю, что сигнал, что датчик регистрирует изменение агрегатного состояния. То есть так как газ у нас, соответственно, менее плотный, чем жидкость, то, как и должно быть, сигнал у нас вырос значительно. Но больше таких табличек не будет, был вероятно замечательный. Значит, результат экспериментов с измерением температуры. Значит, здесь, на этом рисунке представлено, ну, соответственно, здесь время, здесь сигнал и для пяти изотерн. То есть мы видим, что, в принципе, если температура изменять шагом 10 градусов, то по данному графику, в принципе, по уровню сигнала мы каждое изменение можем проследить. Что в будущем обещает нам хорошую фиксацию температуры, потому что на данном этапе мы измеряли только качественно. То есть, что значит качественно? Это значит, что, ага, мы можем две полоски развлечить. Ну и хорошо. Ну, тут представлена зависимость сигнала от плотности. Ну, просто так, собственно. На этом графике представлены результаты измерений непрерывного повышения температуры. Здесь, вот на вот этом графике, температура была постоянно в течение всего эксперимента. Ну, там, 10-20, соответственно, градусов. Здесь мы поднимали. Ну, и видно, что при увеличении температуры, правда, надо было, наверное, еще скорость увеличения не закрывать, но ее нет. Вот. Соответственно, мы видим, что датчик регистрирует ее. Ну, это понятно, потому что датчик регистрирует изменение плотности, но плотность зависит от температуры. Как говорится, я вам даже глаза не открыл ни на что. Результаты экспериментов с изменением давления. Ну, мне эти рисунки довольно нравятся. Потому что они показывают, что работа была проделана не зря. Значит, как? Ну, видно, да? Разные уровни, ну, лично для меня утверждают о том, что для различного давления датчик выдает различный сигнал. Значит, он может разделить это давление. Ну, возможно, вы скажете, что шумы велики. Я скажу, что они велики. И боюсь, что там надо было использовать просто еще более мощный лазер, который меньше грелся и выдавал бы меньше флуктуации сигнала. То есть, соответственно, чем будет сигнал точнее, который, в принципе, уходит, тем более точные результаты мы получим. Ну, и самое, что мне нравится, это вот этот участок, потому что он показывает, что датчик именно регистрирует также и значительные скачки. То есть, мы с 15 атмосфер вернулись, и уровень сигнала сравним с начальным, и это хорошо. Ну, здесь еще два эксперимента, они с меньшими перепадами давления, и не так интересно. Ну, то есть, мы делаем вывод, что давление, а также датчик чувствует. Проводим нормально все. Вот, замечательный результат по эксперименту с насыщением. Значит, что нужно было проделать? На данном этапе у нас система находилась при определенной температуре, которую я почему-то не написал, и давлением 10 атмосфер. Ну, и, как вы видите, она стояла примерно 3,5 часа. Вот, за это время она, вода была насыщена азотом, ну, до какой-то степени, и, так как сигнал колебался, ну, лично для меня в приемлемых величинах, можно было приступать к следующему этапу. Следующий этап заключался в том, что мы добавляли еще 10 атмосфер, ну, и, соответственно, датчик показывает, что система на добавление давления реагирует, и показывает сигнал вот на таком уровне. Соответственно, что мы сделали потом? Мы просто оставили систему при давлении 20 атмосфер, и хотели посмотреть, что же будет с нашим сигналом. У нас были некоторые ожидания по поводу его поведения. Скажу сразу, они оправдались. То есть, вот это возвращение сигнала к уровню близкому, но и неравному, в принципе, показывает, что система на этом этапе, как бы, вода под давлением еще допоглощала азот. Но так как давление не вернулось на 10-20 атмосфер, то вернулось не до конца. То есть, соответственно, сделаны выводы, что по всем нашим поставленным небольшим задачам достигнут результат, назовем его положительным, что качественно датчик реагирует на все изменения характеристик, и его можно использовать. Но логично предположить, что следующее наше действие – это будет увеличение точности, а именно, по сути, это уменьшение вот этих всех шумов. Также нужно провести калибровку, потому что на данном этапе невозможно сказать точно ни о какой температуре идет речь, и давление, если бы мы не подписали заранее, но бы не узнали. Но, соответственно, работа в направлении этого ведутся. Также мы готовимся использовать уже именно на водороде, то есть на жидком водороде эту систему. Ну и остается пожелать мне в этом удачу. Собственно, на этом я заканчиваю. Есть вопросы? Есть вопросы. А вот, то есть, получается, измерить все это ведется за счет того, что вот этот торец мы опускаем в среду, и вот эта среда в зависимости от параметров ее меняет свой показатель преломления, показатель преломления вот этого окна. Нет, смотри, я сейчас объясню. Ну вот вспомнили, да, торец. А теперь представим, что одна из вот этих границ – это и есть торец. А вот эта водичка, у нее какой-то показатель преломления. Соответственно, у нас, рассмотрим вот этот случай, то есть мы ни под углом не светим, нам это не нужно, а это только хуже. Вот, собственно, 2 градуса для того, чтобы строго перпендикулярно к границам падал свет. Значит, часть света проникает, часть отражается. Для известного нам показателя преломления кварца и известного показателя преломления воды мы можем сделать калибровку. В дальнейшем мы, допустим, подняли температуру на 10 градусов. Показатель преломления воды изменился, кварца не изменился. Варца не изменилась. Не изменилась. А почему он? Он же тоже температура. Ну, смысл в том, что, ну, как я думаю, я это придумал только, что можно его не сразу же туда засовывать, а по нагреванию, и тогда этот процесс будет быстрым, и он не успеет двигаться. Вы же, получается, не знаете, как коэффициент преломления зависит точно вот от всех этих параметров. От каких? От ну температуры, давления. Для этого, я говорю, необходимо проводить калибровку. Но калибровку тогда же вообще по всем состояниям претензает. Ты берешь какую-то жидкость, ты начинаешь с ней работать. Сначала делаешь калибровку. А вот калибровку как? Мы же не знаем, как именно будет. Нет, ну, смотри, допустим, по давлению, да, у тебя есть какой-то манометр, вот, и есть напряжение, которое на комплексе ты видишь. Вот. И, соответственно, когда ты подаешь, ну, допустим, 10 атмосфер, смотришь на манометре 10, а напряжение у тебя, ну, я не знаю, 120 вольт. Ну, это я так. Вот такого не будет. И ты у себя в страточке записываешь. 10 атмосфер равно 120 вольт. Строишь вторую точку, ну, какую-нибудь, вот. Я не знаю, там, 35 атмосфер. Смотришь, у тебя напряжение, ну, я не знаю, 700 вольт. Вот. Соответственно, имея две точки, ты строишь калибровку. Как бы лабораторно. График, то есть как будто. Ну, по сути, по сути, да, по простому это график. И, соответственно, вот в этом промежутке в дальнейшем ты уже не используя вот этот манометр для различных, ну, для этой системы, для различных давлений, уже можешь смотреть величину сигнала и говорить, что ага, а вот тут у нас, там, не знаю, 17 с половиной атмосфер. Но чтобы точно говорить об этом, мы же можем... Чем точнее калибровка, тем точнее мы будем говорить об изменении параметра. Ну что, если вопросов больше нет, предлагаю прерваться на 5-минутный перерыв, дождаться Макарова, потом собраться здесь и начать слушать меня. Ну, спасибо, Антон. Спасибо.